В гостях утро Донбасса Гончарова Ольга и Семилет Григорий, активисты первичной профсоюзной организации студентов Луганского государственного университета имени Даля, студенты третьего курса Института транспорта и логистики. Доброе утро! Доброе утро! Мы знаем, что вы посетили межвузовскую школу наставничества в Ростове-на-Дону. Что это такое? Как прошла поездка? Как вас встретили? Все-все-все нам интересно. Начинайте, рассказывайте. Кто из вас будет первый? Оля. Ольга, приступайте. Расскажите, что была за поездка, как вы туда добирались, вообще как вы о ней узнали и что, собственно говоря, там было? Нам рассказал об этом форуме наш председатель профсоюзной организации и мы зарегистрировались, подали заявку. Нас одобрили и поездку все организовывали наставники, которые это организовали. Они наняли автобус, нас довезли туда, они заселили нас в отель. Абсолютно все организовывали они. Как вообще прошла поездка сама туда? Как вы добрались туда? Где вас встретили? Где вас поселили? Было ли время погулять по Ростову? Смелее, смелее? Нас поселили в гостинице «Амакс» в Ростове-на-Дону. Это считается одним из лучших отелей. После того, как вас заселили в отель, было ли у вас свободное время на то, чтобы посмотреть Ростов-на-Дону? Вы вообще первый раз там были, либо же нет? Ну, я была первый раз, но времени у нас не было. У нас было время только на заселение, нам дали минут 15. Но после того, как нам провели лекцию, нас повели на экскурсию, показать как бы такие места города, которые популярные считаются. Значимые какие-то, да? Что понравилось тебе? Мне понравилось, нас отвели на библиотеку в Ростове-на-Дону, она считается там самой популярной. Там, ну, нас внутрь, конечно, не заводили, но она и снаружи выглядит очень красиво. Ну, стоит пойти посмотреть как бы. Расскажи о своих впечатлениях. Мне понравился парк Горького. Я в Ростове первый раз, поэтому было много чего интересного. На экскурсии, конечно, много чего не показали, потому что не было на это выделено время много. У нас было время вечернее, мы вечером после лекции, после ужина собирались, ехали гулять, отдыхали, прогулялись по набережной. Там очень красиво прогулялись также по Пушкинской улице. Тоже невероятно красивый город, красивые улицы, люди отзывчивые. Вот, кстати, это очень отдельная такая история, потому что в Москве, вот я был, там была с этим очень большая напряженность. То есть атмосфера в Ростове больше замотивировала, показалась ближе к нашему региону домашней. Хорошо, перейдем сразу уже тогда к межвузовской этой школе. Что это такая за школа, чему она учит и для чего она нужна студентам? Межвузовская школа создается для того, чтобы научить нас, как работать с первокурсниками. Наставники нам объясняли, как правильно делать наставничество в университете, строить это. Для первокурсников это важно, потому что мы им помогаем, мы, ну, то есть они в любой момент могут обратиться к нам за помощью, мы им объясняем. Какую помощь вы предоставляете для студентов? Вот вы говорите, мы помогаем. Какую вы помощь предоставляете? Адаптация просто в университете. Какие чаще всего и какие самые популярные вопросы вот от первокурсников, которые еще совсем зеленые, им страшно каждого кабинета и вообще кому-либо подойти. И вот они к вам обращаются. Какие чаще всего вопросы всплывают? Вот такие самые популярные. Ну, какой преподаватель, ну, как к нему относиться, как он к студентам относится. Ну, чтобы найти общий язык с преподавателем, они у старших курсов спрашивают, как правильно подойти к преподавателю. Ну, это важно, потому что, ну, на первом курсе ты же не знаешь, какой человек. Чем вообще полезен профсоюз тогда в университете? Профсоюз в университете полезен тем, что вот наш председатель, он прививает нас лидерские качества. То есть те качества, которые в дальнейшем помогут тебе в жизни при трудоустройстве на работу, а также, ну, просто в повседневной жизни. Также мы занимаемся организацией мероприятий. Это делает не наш председатель, он говорит, ребят, нам надо что-то интересное придумать. Мы собрались с большим коллективом своим, придумали какое-то мероприятие, сами его организовали. То есть он как бы наблюдает за этим, подсказывает, где наши там недочеты какие-то были. Но в основном мы занимаемся этим, все сами делаем. Ну вот вы говорите о организации мероприятий. Вот на этой межвузовской школе проходили ли какие-то лекции, либо же семинары, как создать правильно, организовать правильно мероприятие, для того, чтобы после него студенты, либо же школьники, неважно для кого вы проводите это мероприятие, вышли оттуда с теми эмоциями, которые захотели бы еще раз вернуться к вам, как к организаторам. Нет, у нас было чуть другое мероприятие, то есть другая лекция, тренинг, это по созданию плана мероприятий. То есть как правильно создать план мероприятия, чтобы это понравилось людям. Что вы для себя вот узнали? Вот те знания, которые у вас были до этого, кардинально изменились после того, что вы узнали на лекции? Да, изменились. Наставники нас чуть-чуть так возбодрили тем планом, то что нам не подсказали одну вещь. Мы подходили к наставникам, предлагали свой план мероприятия, расписывали его полностью от А до Я, что, где, как будет проходить, кого мы будем привлекать. А наставник такой говорит, нет, это мероприятие нам не подходит, потому что надо было подойти изначально к наставнику, узнать, чем этот наставник заинтересован в данном мероприятии. То есть да, мероприятие могло выглядеть круто, классно, все там при минимальных затратах, но вот наставнику, например, надо было, чтобы это мероприятие было творческое, а у нас мероприятие было направлено на патриотическое воспитание, например. И вот благодаря этому мы вот как-то подчеркнули для себя, что надо сначала узнать, что требуется студентам, а потом уже придумывать под этот критерий план. То есть проводить изначально анализ и сбор информации от непосредственно студентов, которые хотят какое-то мероприятие, и только потом уже создавать, исходя из их ответов. Не то, что мы хотим, а то, что хотят студенты. Ну это само собой, это логично и правильно. Что еще узнали? Какие были еще наставники? Какие были лекции, которые вот реально прокачали ваш собственный опыт уже и дали вам какие-то знания, которые вы будете применять уже в новом учебном году, который вот-вот уже наступит? Ну, были очень интересные лекции насчет конфликтов. Нам объяснили, как решать конфликты, какие бывают конфликты, как их избежать и как помочь их решить первокурсникам, если уже требуется наша помощь. Ну вот как уходить от конфликта, допустим? Что вы узнали? Ну, надо сглаживать как-то конфликты, чтобы, ну, обходить их. Какие есть правильные секреты, чтобы правильно уйти от конфликта, либо же сгладить как раз-таки, как вы и сказали, конфликт между, допустим, молодым студентом и вами как наставником? Потому что люди бывают разные, студенты тоже бывают импульсивные, кто-то расстроен чем-то, и вот он весь в эмоциях подбегает, начинает кричать, спрашивать. Он не считает вас виноватой, но вы попали как тот человек, на которого сейчас все выльется. Как правильно нужно от этого уйти и успокоить вот этого студента? Возможно, он получил просто двойку, и он боится рассказать об этом своей семье. Ну, надо узнать, успокоить его, узнать всю проблему спокойно. И помочь ему решить, справиться с ней, ну, подойти к преподавателю, если это потребуется. Ну, сглаживать просто. Общаться, больше общаться, больше быть друг другу друзьями, как мне кажется. Не терять эту линию, что вы как старшие, вы как наставники, а значит, и к вам нужно с уважением. В любом случае, каждый человек требует друг другу уважения. Но здесь самое важное, это вот как раз-таки, как мне кажется, это ваше содружество, ваша команда. Весь университет — это одна большая команда. И вот я поэтому и спрашиваю, как вы умеете находить общий язык в этой команде, и как эта школа, которую вы проходили, дала вам какие-то новые знания? И какие она, главное, дала знания? Самое главное, наверное, одно из самых главных знаний по решению конфликтов был тренинг. У нас тренинг заключался в том, что в каждой команде, в каждой семье идут какие-то слухи друг о друге. И вот нам показали, как правильно искоренять это, то есть убрать слухи. То есть нам рассказали, что надо посадить команду полностью всю, взять из этой команды добровольцев, то есть 3-4 человека, кто захочет поучаствовать, выйти за дверь, рассказать одному из них ситуацию, чтобы он потом зашел, рассказал эту ситуацию остальным людям. Потом, чтобы вывести из этой команды опять одного человека, ему за дверь расскажут опять эту же ситуацию. Он зайдет, расскажет это все по-другому, а люди будут в зале сидеть и наблюдать, как меняется ситуация, то есть какие неточности, все. В игровой форме показать испорченный телефон игру, которая была раньше в детстве. И как вообще эта практика? Вот что вы увидели, когда проходило это все действие на сцене? Как менялся сам рассказ самого начала? Очень сильно поменялся. То есть была суть изначально одна, а в конце концов после последнего человека это оказался абсолютно уже другой разговор и другая тема, правильно? Да. И чему это нас научило? Потому что надо меньше слушать других людей, верить слухам. Меньше слушать, меньше обсуждать других людей и заниматься своей жизнью. У каждого своя жизнь. Какие ближайшие мероприятия будут еще от вашей профсоюзной организации в университете, в которых вы будете принимать участие? Есть ли уже такие какие-то планы? Готовы? Ну, планы готовы, но пока эти планы останутся в небольшой тайне, потому что эти планы еще не до конца доработаны. То есть у нас также есть небольшой конкурс между студенческой ассамблеей, а также профсоюзной организацией. Не хочется выдавать пока эти планы мероприятий, чтобы была какая-то конкуренция, было что-то интересное. То есть была такая изюминка, которую будут все ждать. Хорошо. И еще вот дополнительно тогда такой вопрос. После вот этой межвузовской школы... Так, короче, родила. И еще тогда один такой вопрос. После вот этой межвузовской школы, какие у вас вот дальнейшие планы с реализацией этих знаний? Будете ли вы передавать то, что получили там студентам, возможно, абитуриентам, которые пришли в этом году? Ну, конечно, будем передавать, понемногу будем внедрять в свой университет эту программу. Но оно как бы и так есть наставничество у нас, просто этим занимается студенческий... Просто уровень наставничества нужно постоянно повышать. Ладно, что ж, большое спасибо вам, ребята, за беседу, за то, что рассказали, как съездили. Мы надеемся, что у вас будут еще новые победы и новые свершения, и вы нам обязательно расскажете у нас их в студии. А нашим телезрителям я напоминаю, что в гостях «Утро Донбасса» была Гончарова Ольга и Семилет Григорий. Хорошего вам дня. Спасибо. Это «Утро Донбасса». Не переключайтесь, впереди еще много всего интересного.